Ну что, всем привет еще раз. Я уже, по-моему, за видео раз в 10 могу поздороваться. Не забудьте поставить пальчик вверх, лайк поставить. Мы собрались в зоопарк «Сказку». Мы сейчас в Ялте. Поэтому мы зашли в магазин, чтобы купить продукты. Никто нам их просто так не дает. Мы кратим свои родные денежки. Поэтому тем критикам, которые критиковали нас, что нужно что-то купить побольше, да посытнее, когда мы были в Тайгане, я всегда говорю, у Тайгана есть лицевой счет туда, куда вы можете отправить свои денежки на помощь вашим любимым зверятам, мышатам, котятам и всем остальным. Не сидеть, не заниматься рукоплудством, написывая комментарии под тем либо другим постом моего Бога, либо другого, кто там этим занимается, с настоящей благотворительностью. От чистой души и сердца просто покупают продукты и едут, кормят животных. Вы можете это просто отправить эти деньги, либо направить нам. И мы точно так же съездим и накормим животных от вашего имени. Ну или просто купить деньги, купить эти билеты в самолет, либо на поезд, приехать в Тайган, либо в сказку и покормить животных. Так что вот, мы сейчас мы ходим по магазину и закупаемся продуктами, едем в зоопарк в сказку. Купили бананов, купили морковки. Не надо говорить, что морковка грязная, нужно пополам мыть, ее нужно было порезать, читайте, как это все значит, можно что, можно что нельзя. Все на сайте написано. Немного яблок, огурцов, купили перепелиных яиц, хотел взять помидор, но помидор почему-то в пуде нет. Есть дорогие, 180 рублей, что ли, килограмм черри, больше никаких нет. В общем, сейчас посмотрим, что можно взять. Ну, в пачках, вот, видите, ну, дороговатенько немножко, скажем. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Обязательно к нашим любимым зверятам приедем с гостинцами. Да, и огромнейшее спасибо адекватным зрителям, которые дают дельные советы по тому, что мы действительно все не можем знать. Мы можем знать какую-то часть, да, что можно животным, кому кто-то любит огурцы, кто-то любит перепелиные яйца, кто-то любит там еще что-то. Поэтому вам огромнейшее спасибо, кто пишет именно такие познавательные комментарии, рекомендационные, что купить тому или другому животному. Если вдруг мы что-то еще забудем, там, кстати, есть птицы, а вот что птицам купить, честно говоря, не знаю, напишите в комментариях на будущее, чтобы мы знали, что какие-то там лебеди вот плавают. Я, честно говоря, даже не знаю, какую-то крупу покупать, либо что, что он дает, честно говоря, тоже не знаю. Набрали вон полную телегу. И все, ходим, что-то думаем, все мало, что-то надо еще взять. Кому что еще взять? Кому еще какой подарочек взять? Вот, ну, в общем, ладно. Смотрим себе мороженку и поехали. Ребята, сегодня столько здесь людей, мы просто минут сорок искали, куда поставить машину. Ну, это просто какой-то трындец. Ну, ладно, самое главное поставили. В кассу встали за билетами. Зоопарк «Сказка» ждет нас с нашими подарками, с нашими гостинцами. Взрослый билет стоит 1000 рублей, детский 500. Работает с 9 до 19. Касса, зоопарк с 9 до 20. В таком красивом месте находится. При входе здесь тоже продаются игрушки, как и в Тайгане, по тем же самым ценам. Ну, вот маленький тигренок, тигрица с тигренком стоит 4000 рублей. 4000 рублей. Маленький, кто это, панда? 2000 рублей. Ну, здесь, мне кажется, чуть-чуть как-то подешевле, что ли. Не пойму. Так, этот что? 2800. Так, ну, кого еще вам показать? Маленькая система игрушка, какой-то рогатый. 1500. Ну, тут чуть-чуть как-то, мне кажется, то ли подешевле. 3000 рублей, вот такая, большой медвежонок. Ну, ладно, пойдемте, нас интересует совершенно другое. Великаны, которые нас приветствуют здесь, в очередной раз, надо мимо них быстро проходить, потому что в прошлый раз, в прошлом году, они нас тут зажали, да, и выхватили, выхватили просто практически всю еду, которую мы там волку, волку-медведя купили. Ой, господи, мясо, короче, у нас было, и они чуть ли не с пакетом у нас забрали. Ну, в общем, ладно, пойдемте бордить, ходить по красивому месту. Парк так находится, знаете, как на горе. Так, по ступенькам такими. Рядами такими, балкончиками, не знаю, как сказать, террасами. Голубь какой сидит, красивый. Привет. Так, кто-то у нас? лемур, кошачий лемур. Что-то там умывается он. Кошачий же? Кошачий, вот и умывается. Далеко, не видно. Обычно всегда мы попадаем, сколько раз здесь были, люди есть, но не в таком количестве. Не знаю, откуда, вот раз так попало, что просто людей столько много. Павлик, давай вот по этой террасе пройдем сначала. Или куда ты идешь? Если направлено к кому-то, сразу говори. А где они? Знаешь, тебе карту дали. На Гафоне. Да? Ну, пойдем. Ну, пойдем, здесь придем. Здесь внизу тоже где-то есть обезьянки. Фонтанчики. Лягушка такая с саксофоном. Пингвины. Вон они сидят. Бурый капуцин. И там тоже бурый капуцин. В две клетки. Язычек высунул. Язычек. 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 Язычек высунул. Просит. Сейчас Павлик ему что-нибудь даст. Тут целое семейство. Вон там она тебя увидела. Либо он, смотри. Что, говорит, несешь? Что даешь? Ого. Скажи, ничего себе. А этот? Ага. Ах ты такой. Давай этому скорее. Смелей. Сыкуночек. Вон там еще один. Идет снизу. Давай, говорит, сюда пока никто не видит. Успел? Ну, конечно, это тут главарь. Еще... А, у него рука не пролазит. Ну, почему он... Нет. Так лениво сначала берет, а он, оказывается, просто это... У него рука через решетку не пролазит. Блин, забыл рюкзак. Ношу в пакете. Да, при входе здесь любезная такая женщина сидит. Вот она проверяет билеты, дает тоже карту. И сразу сказала, вы с собой кром взяли? Мы говорим, да. Они говорят, надеюсь, капусты у вас нет. Мы такие, мы все знаем, капусты у нас нет. Она говорит, молодцы, ребятки. Хорошего отдыха. Поэтому, это мы к другим уже пришли. Поэтому капусту мы, естественно, не берем и другим людям не советуем. Паша, у него же в рот не влазит. Харе. Вон какой сидит, это, с такими бровями. Да, говорит, дай мне, скажи, пожалуйста. Чуть-чуть хотя бы. Так. Следующий. Кричет за... Ой, еще как маленький какой. Ты такой маленький. Такой маленький. Вон еще один. Давай. Пониже. Чуть-чуть пониже. Вот шимпанзе, да. А здесь надо давать что-то посерьезней. Потому что он тут исполняет номера. Но почему-то около них сегодня никого нет. О, ты мой хороший. Иди скорее, мы тебе дадим. Иди, мой маленький. Иди, мой... Да ты хороший. Да, да, да. Сейчас дадим. Сейчас, мой хороший. И тебе дадим. Да, мои хорошие ребятишки. Что-то мимо вас сегодня все проходят. Обычно тут столько вокруг вас. Держи. Идите. Иди. Иди вниз. Нет, тут не... Они за решетки. Иди. Иди скорее. А где он? Нет, решетки тут не засунуть. Иди. А ты, я, ты, я. Все. Ушел. Интересно, как и люди в большинстве случаев. Открывает банан. Забрал, что ли, он у нее? Нет, он там. А, там забрал. Смотри. Иди скорее ко мне. Иди сюда. Иди. Иди скорее. На. Давай. Здесь сделано, так скажем, ограждение более, так скажем, ну, не знаю, не то, что серьезное, но уже не пролезь, если захочешь. Захочет кто-то, как в Тайгане, засунуть ребенка. Этого не получится. Потому что, да, мы два взрослых мужчины с длинными ручищами. не можем сюда пролезть. Очень далеко. И плюсом решетки сделаны. Видите, как, что ни человек, ни обезьяна, грубо говоря, ни хищник не просунет туда ни руки, ни двойные такие сетки. Да, мой хороший такой. Ты такой красивый. Да. Не скандалишь сегодня, да, не скандалишь. Не скандалишь. Все удалось сегодня у тебя жизнь, да. Красавец. Ну, на камере единственное, что, конечно, вот плохо. Да, да. Будешь сам открывать? Давай откроем, чтобы полиэтилен туда не бросать. Вкусно, сладко, да, очень. Давай. Ой, господи. Я просто кидаю вот в эту штуку, боишься, что она там застрянет. В Тайгане, кстати, прикольно, что есть такие специальные металлические палки, которые проталкивают. Хочет тоже, хочет. Ну, и пусть идет, спускается, мы тоже ей дадим. Иди. Иди тоже дадим. Спускайся. Сладко, да, вкусно. Это обыкновенный детский воздушный рис, или как-то он называется, да? Да тебе развалилась подруга. Еще им сок дают, бутылки, воду, мороженое. В общем, что сюда только не суют. Лишнюю работу для сотрудников зоопарка, конечно, лучше все это очищать. Ладно, когда биологический мусор, так скажем, да, там, от банана, либо еще что-то, но когда бутылки кидают, там, видите, пластик, пакеты от мороженого. Это, конечно, не есть хорошо. Да, мой красавец такой. Сегодня ты спокойный, сегодня ты спокойный. Паш, что-то на тебя смотрит. Что, говорит, у тебя еще есть? Позвони, говорит, моим родственникам в Африку. Очень много по парку сказка таких скульптур. Потрясающие фотографии. У нас куча этих фотографий, поэтому, если кто-то первый раз будет, ищите по парку. Вот такие вот замечательные скульптуры на память останутся. Прямо вот горилла с ребятенком сыном напротив шимпанзе. Прямо здесь. Так, ладно, пойдемте дальше. Еще одну тут нашли отдыхающую с Поволжья. Дали банан, лежит, балдеет. Самое то, да? Самое то, скажи. Ветерок прохладный, дождик прошел, все хорошо, кайфую, балдею. А мы, я не засуну здесь. Это я просто уже, она с одной стороны на себя тянет, а я ей тут это выталкиваю, потому что, да, здесь ее, видимо, не подпускают к этой трубе. Конечно, лучше так не делать. Лучше через трубу все. Все. В парке все-таки есть кое-какие, но указатели, в отличие от Тайгана, вот почему я говорил, что здесь удобно, ведь и медведи, и леопарды, внутри, и еще один такой первобытный человек. Привет. 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 И паук такой сидит здесь, не знаю, увидите, нет? Что? Медведь, ну, должен, наверное, он же ягоды ест. Ого. Давай попробуем дать Мишке. Мишка, будешь шишку? Сейчас ему сюда, попробуем. У нас есть малина. Ну-ка. Ну-ка. Конечно, хорошо идет, скажи, а что не пойдет-то? Давай еще кидай, скажи, малинку. Он прямо в это. Ой, не видно, блин. Вот так вот, да. Если только вот так, вот так сейчас мы... вон там он, как поросеночек. Давай еще скажи мне. Чуть-чуть. Ну, видишь, дышит как. Мишка кушает малинку. нашу. Достаточно вас много. Хорошего помаленьку. Здесь еще Мишка есть. Ну, как ему туда малинку кинуть? тут тебя уже преследует. Он знает, что у тебя малина. Слышишь? У тебя уже... дай мне малины. Ну, дай вот этому кину. Ну, я так подкину ему чуть-чуть. Вот туда кинуть. через верх да лучше. Он немного разбросалась по решетке, но туда большая часть попала ему тоже. Тут почему-то у него трубы нет. А, видимо, а, понятно. А что ты тут вот? Вот он, умный. Понятно, у них это. Я думаю, что он отдельно сидит. Водичка есть, видите, все. Бассейн перетекающий один в другой. Да ты мой хороший, ну, неудобно. Иди туда, мы тебе дадим еще. Пойдешь? А? О, привет. Человек, ты в прошлом у меня тут мясо в году отнял. Красивый какой, красивый. А? Он тебя разводит, да? Все, что ли? Ну, Паш, там впереди еще много животных. Ну, он тоже, Баш, нет, ну, да, тоже кому-нибудь еще хочу дать. Нет, еще надо кому-то дать. мне, Вкусная малинка, цит. Дай-ка, чай, юнишки. Сейчас все это медведь отдает. Он, правда, нас преследует. уже оттуда отошли. Здесь он сюда к нам пришел. Немножко еще дам, потому что там же еще есть мишки. Ты здесь, как профессеночка. Они пошли, они улетают. Они застревают прямо здесь. Печенье не достать. Они в трубе. В общем, один медведь у Паши выманил всю малину. Там чуть-чуть еще осталось. Я говорю, ну оставь, там же еще есть кому дать. Мне не жалко, но в таком количестве просто не можем дописать, сколько медведь один бурый может съесть. давай. Язык у него такой длинный. Живут, кстати, они до 50 лет бурые медведи. Тут где-то попугаи были вот на этом подъеме либо они выше были в клетках сидели. Помнишь, в том году? Вон он сидит. Пойдем дадим орешек у нас где-то есть. Земляной орех. Но они тут такие закормленные они, видите, без этих сидят. Они могут. Они кстати разговаривают. Привет! Как у тебя дела? Что за год изменилось у тебя? А? у тебя тут ветер такой. Ты прямо на обдуве сидишь, да? мы тебе дадим. Будешь? На. Нет? Ты такой прямо это красивый. Он тут закормленный. Малукский какаду. В прошлом году вот этой перегородки не было. Она была ближе. вообще нет. так попробуем дать. Иди скорей. Сладкая штучка. Иди. Ну скорей. Скорей. вот обояться где-то тут вожатка будет. Ну что вы такие вот так чем верно вот. Ну на экране конечно побольше но если плотно считает совсем как котята. Смотри сколько вышло. Мамочки ребята давайте вам я в рюкзаке. Рюкзаке. вкусно ребятки вы маленькие вам две штучки можно дать мне кажется вы наедитесь. Давай держи на скорей. Паш почему-то на тебя смотрят. У тебя есть. Ты высоко сидишь я не достану. Видите расстояние какое длинное большое. Держи. Ну нет не хочет. На тебя почему-то Паша смотрит. Видимо в рюкзаке что-то это. Видишь осторожно. О таково на орех увидел конечно. Скажи совершенно другое дело. Что нам сладкое нам орех подавай. Начинаем кормить люди подходят сразу. Сколько люди сзади сразу. А были одни. орешки пошли в ход хорошо. Такие милые просто жуть. Все таки попробуем как дать этот орех не любят. Нет тоже не хочет. Закормленный гордый гордый хохолок откроешь нет красивый. Скажи фонтан. Или нет ничего не знаю там вроде шторы есть тут или вход здесь делают кто знает кто был в сказке пишите что тут такое фонтан ну конечно сказка находится в сказочном месте просто потрясающе идем идем идемте виды конечно замечательные виды видами но нам нужны наши зверята котята только тогда тихо яйца доставайте вот они наши да что такое котят кто там спорил что насухи это не катя и все остальное вот пожалуйста тайга написали катя насухи ребята ищи ты же насуха все все готово ой как вкусно скажи ребята вы придумали на перекус мне я тоже всегда проснусь и хочется пожрать что-нибудь я весь тебя просто нет я так тебе не дам как тут снять эх не видно думаю золото но это здесь как-то по-умному да делает а он раскусывает и шкурку от яйца не ест а в тайгане они почему-то вместе с этими едят это что не идет вторая иди сюда подруга ой да ты хорошая какая наверное ты малыш мальчик можешь показать нам мальчик не покивочка так сейчас очень волнуется и переживает давай как вкусно скажи скажи дашь что у тебя вкусного есть я хочу той дать это почему-то а тут кто сидит да помидорки тоже они едят да да точно только это дело они брызгаются вот эти ну все этот как называется полдник состоялся у меня эти руки видимо пахнут держи вот же яйцо нет не хочет помидорку еще будет ты только хрюкни ну вторая идет иди скорее види паш что яйцо не едят им нужны помидоры ну все тогда пойдем кенгуру какое шикарное с сумкой паш садись попа я тебя сфотографирую ялта зол идем дальше паш там где-то у тебя семечки были не семечки а как он называется финик таково у финик не а вот эту крупу может будет крупу держи подожди попробуй сегодня сыпь что не будет нет может ты мясо ешь павлин мавлин у павли павли ка иди сюда финик ест а нет я думал ты финик ешь а давай софия пальцы не съем тихо как бене боится полочку я прошло раздавал полина полина тоже нет палочки есть а а а а а а а а Кстати там многие зрители писали что у нас был перо павлина что оно якобы какое-то несчастье неудачи приводили примеры цитаты из сказки конек горбунек горбунок но короче выбросили мы это перо выбросили решили короче лишний раз не рисковать спасибо за рекомендации да это другие тоже кати носухи но другие другой клетки сидят кролики а дай мне палочки а кроликам дам либо так немножко штучек 10 пришел он далеко было сейчас только пришел кто ты уже давал что ли на все на все готовы так по очереди так тоже давай там четвертый остался только ему дам и в четверо четвертому на держи все четверо и четверым дали яйцо все эти со скорлуп со скорлупкой идет по помидорке давай и скорее один не сел другой доест или ты помидор эту хочешь яйцо яйцо обойдется я конечно ничего против не имею людей я не совсем дикий ну почему никого нет начинаешь кормить сразу толпы людей прибегают и суют листья можно быть наедине с животными тет-тет с животным ребята мы подходим к жирафу обычно там толпы просто народу но почему-то сегодня жираф от них отвернулся наверное не много кстати людей ходят и ничего с собой не принесли ну не про это в гости всегда надо с подарками павли приходить это во первых а во вторых а во вторых нужно это а во вторых нужно купить что-нибудь внизу он морские свинки даем что даже мочишься скажи он и жморка ой вы активно кушаете кролики что-то не 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 это не активничали так дай мне одно еще там одинокая сидит он пушистый труда и стена вот я не знаю за решетки мне кажется не видно знаете он их вряд тут вряд во сколько пути накормили петушков с кроликами лежат один кролик тут один такой петушок маленький цветной другой такой беленький а он там какая начало не идет что там крупы насыпали а другой смотрите какой кролик лежит лапки вытянул красавец какой айти какой красавец отдыхают тоже и тут морских свинок тоже накормили пашка куда кенгуру кстати сколько мы раз приходим его никогда не видно один раз поможет это как-то где-то в сабис ушло как там один раз видели вспомнил она была там в дверях внутри где-то так вот она проходила там в домике в своем а так не выходит возможно жарко есть верблюдо или сначала демка это как-то за но она просто уехала не путевка как у тебя на отдыхе на этот жираф ждет ждет бананчик но тебя уже узнал так жираф там пока спрятался люди его напугали он ушел в загон поэтому тут пошли дальше еноты едят финики где-то тут мы другую обезьяна около них было подожди две секундочки посмотрю куда он делся он там сидел кстати амурский тигр нет это не то значит он здесь вот сразу сидела помню что мы поднимались от жирафа и вот это обезьяна здесь сидела но уже ее не было вот здесь вот нет обезьяны нет зато есть олени шаму жираф с этой стороны подошел может быть он где-то он жираф туле нет вон он стоит снизу я посмотрю вон видишь где ходит тут огурцы дают он поэтому шел там а люди тому какую-то траву давали дешевле нет. кого-то все фотографируют ну нормально просто кошек копибар лежат принимают ванну не яблоки могут есть там еще лежат двое мужчина сейчас увидел этих кошек которые лежат на как называется на камне на этом рядом же вода он говорит это наверное какие-то водяные коты оленей тут у оленей тоже мы идем с какой-то массой людей надо сейчас будет ждать когда они пройдут попали мы немножко в струю вообще и так больше конечно людей в этот раз но тут как-то бывает что пусто то густо видите вы говорите что труд блогера легкий видишь какая рада аж лапки поднимают я купил значит для черного лебедя корм специально эту трубу а черного лебедя нет тоже давите с кенгуру выбрали собес тут видимо все спят вон вон моя полюсить идет как пищит друг друг хороший он тебя опять узнал сейчас банан ой господи надежда Следующий идет с орехом. Ну, помягче тебе что-нибудь. Все, их трое, что ли? Ну, ты лучше, помягче, да, скажи? Нравится? Волки какие, проснулись. Что-то вот заинтересовало там внимание. Никого вроде бы нет. Вот я тогда в прошлый раз покупал специально для волков мясо, для волков. И не донес, потому что у меня их своровали пеликаны. Что ты встал, ложись, спи. Да, кстати, волка, вот похоже говорят на собаку, да, все равно какое-то отличие есть. Острый нос такой. Говорит, открывай дверь, я с тобой поеду, у тебя очень вкусные бананы. Сейчас, говорит, я ключ где-то потерял, у тебя запасного нет, сейчас, говорит, я к тебе на плечо и все, в машину, буду у тебя жить. Спасибо. Спасибо.